Дмитрий Анатольевич, 20 лет Конституции. По этому случаю, как мы уже слышали на днях, президент Владимир Путин собирается внести, ну он согласился с предложением, и собирается сам внести законопроект в Госдуму об амнистии. И сейчас многие гадают, знаете о чем? Вот станет ли эта амнистия таким широким жестом власти? То есть коснется ли она людей, в приговорах которых многие видели политический подтекст? Речь сейчас не о тех сотнях и тысячах, которые сидят за какое-то там мелкое воровство. Я понимаю, что это вопрос, наверное, не столь в вашей компетенции, поэтому я хочу спросить вас не как председателя правительства, а как, ну просто человека, политика, председателя партии, правящей в конце концов. Почему бы не воспользоваться этой датой и не амнистировать Ходорковского, Пусера, это узников Болотного дела, перелистнуть эту страницу и начать общаться, ну с частью общества там, с чистого листа? Вадим, ну, значит, я действительно сейчас эти вопросы не решаю, это компетенция президента и парламента. Тем не менее, раз вы спрашиваете, я, конечно, прокомментирую. Ну, я действительно какое-то время назад принимал такие решения, и поэтому я знаю, о чем я говорю. Во-первых, не нужно путать амнистию и помилование. Помилование – это индивидуальный акт, и он может осуществляться в отношении конкретных людей. Это делает президент, глава государства, на основании мотивированного заключения к правилу обращения соответствующего лица. А в отношении амнистии все сложнее. Это освобождение из-под стражи, снятие уголовной ответственности с людей, которые отбывают наказание по конкретной статье. Вот вы упомянули некоторый набор людей, известных в нашей стране по разным причинам. И не только в нашей стране. Но на самом деле не стоит забывать про 700 тысяч человек, которые в настоящий момент находятся в местах не столь отдаленных. Мне кажется, думать нужно при принятии решения об амнистии, о всей совокупности людей, которые находятся вот в этих трудных условиях. Почему мы все время думаем только о тех, кому посчастливилось попасть под лучи Юпитеров? Или по которым есть какой-то международный спор? А о других-то кто будет думать? У нас есть несовершеннолетние, которые сидят в тюрьме. У нас есть беременные женщины, которые находятся в местах лишения свободы. У нас есть пенсионеры, которые отбывают наказание. Но им что, более... Им легче жить, чем вот упомянутым людям, о которых вы сказали? Очевидно, что нет. Поэтому амнистия – это акт, который должен проводиться в отношении целой категории людей. И, насколько я понимаю, сейчас готовится президентом проект соответствующего постановления Государственной Думы, которое будет распространяться на целый ряд категорий. Тех, кто прежде всего нуждается в защите государства в этих условиях. Тех, кто прежде всего может быть государством прощен. А амнистия, в конечном счете, это, конечно, акт такого государственного прощения. И вот это, мне кажется, гораздо более важным для конкретной ситуации. Если же говорить о том, кого амнистировать, это всегда вопрос выбора. Но при этом государство должно все-таки слушать общество. А не просто так вот «хочу, значит, помилу этого, или хотим, амнистируем вот этих». Люди, на самом деле наши, не очень расположены к тому, чтобы, например, проводить акты амнистии амнистии в отношении лиц, совершивших насильственные преступления, в отношении лиц, которые совершили преступления против общества, в том числе хулиганства. Люди не очень расположены правильно принимать решения об амнистировании лиц, совершивших крупные государственные преступления, хищения. Поэтому общественные настроения и президент, и парламент обязаны слышать. Иными словами, при принятии этих решений нужно ориентироваться не на фамилии, а на степень общественной опасности этих правонарушений. И на судьбу конкретных лиц, оказавшихся, ну, как правило, по своей собственной вине, в этих очень сложных условиях. Дмитрий Анатольевич, но государство могло бы дать урок гуманизма обществу? Тем более, что у нас не так много в стране политзаключенных. Это признают и правозащитники. Ну, знаете, это вопрос с точки отчета. Значит, если вы считаете, что у нас есть политзаключенные, то я не считаю, что они у нас есть. У нас были в стране политзаключенные. В определенный период, в советский период, в нашей стране были политзаключенные, которые сидели за свои политические убеждения. Такие люди у нас были. У нас сейчас таких людей нет. Вот всех, кого обычно приводят в пример, это люди, которые, да, наверное, они оппозиционно относятся к власти. У них есть свои политические убеждения, но за это не сидят. Они, простите, отбывают наказание или находятся в предварительном заключении, потому что они грубо нарушили общественный порядок. Какие бы они были политические убеждения, полицейских, я об этом, кстати, говорил, в этой же самой студии, нельзя бить. Они сидят не за то, что у них политические воззрения, отличающиеся от политических воззрений Путина, Медведева, Единой России и кого-то, а за то, что они били полицейских. Это неприемлемо ни в России, ни на Украине, ни в Европе, ни в какой-либо другой стране. Вот это, мне кажется, очень важным. Поэтому говорить о наличии неких политических заключенных могут только те, кто на самом деле либо вкладывает в это идеологический смысл, либо грешит против истины.